В Казанской Ратуши состоялась презентация новой книги «Дети мои» Гузель Яхиной. Гузель Яхина является лауреатом литературной премии «Большая книга» и «Ясная поляна» за роман «Зулиха открывает глаза» автором текста «Тотального диктанта-2018» и выпускницей Казанского федерального университета. Презентация состоялась в рамках года Льва Толстого в Республике Татарстан, а также в день рождения великого поэта Александра Пушкина и День русского языка. С момента публикации книги «Зулиха открывает глаза», которая стала бестселлером, прошло уже три года. Сейчас писательница признается, что во время написания своего второго крупного романа на ней лежал большой груз ответственности. Мне показалось, что можно написать второй роман по той же примерно схеме, то есть вырастить роман из сценария. Я очень долго пыталась это сделать, но в итоге я поняла, что хожу по какому-то, видимо, загону, по такому, который я сама где-то внутри своей головы создала, текст не получался, не вырастал из сценария, хотя сценарий был написан, и было написано достаточно много синопсисов, то есть таких развернутых историй, из которых можно было выращивать совсем разные-разные романы. Но в итоге пришлось отказаться от всех наработок и уже с чистого листа в очередной раз попробовать. Необыкновенный роман стал продолжением любимой темы автора «Удивительное сплетение этносов, культур, народов и людских судеб». Книга «Дети мои» вышла в свет в 2018 году. В новом произведении Гузель Яхина раскрывают тему трагических событий, причудливого фольклора и жизненного уклада поволжских немцев. Действие романов Зулиха «Открывает глаза и дети мои» происходит в ранние советские годы и охватывает большой период времени, в который, по словам Яхиной, произошли важные для России события. Время, пока это ранние советские годы. Что же касается тем, которые затронуты во втором романе, то здесь, ну я позволю себе сказать, что мне кажется, второй роман все-таки более глубоким, чем первый. Я надеюсь, что он так получился. Но тема действительно похожа, есть перекличка тем, тема маленького человека на фоне большой истории. Мария Пенигина, Леонардов Литьяров, Универньюз.